Ежегодно в феврале традиционно проводится индексация социальных выплат, пособий и компенсаций. Так более 40 действующих денежных мер поддержки повысят почти на 12%. Среди них мат-капитал, пособия при рождении ребенка, выплаты федеральным льготникам, инвалидам, ветеранам, имеющим статус героя и другим категориям. А какие еще изменения ждут россиян с 1 февраля? Тему продолжит наш корреспондент. Новые суммы рассчитываются, исходя из фактического уровня инфляции за прошедший год. Так изменила сумма материнского капитала. На первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, сумма увеличилась на 60 тысяч рублей и составляет 586 900 рублей. Если выплата не назначалась, то при рождении второго малыша родители получат 775 600 рублей, что на 82 500 рублей больше. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 900 рублей. Прибавка весьма ощутима, что немаловажна, особенно для больших семей, рассказывает многодетная мама Тамара Щербинина. Для моей семьи это, конечно, безусловно подспорье. После нового года произошло повышение значительно, как мне казалось, от многих продуктов. Мне кажется, что это действительно важно, актуально. Изменятся суммы начислений и для других категорий граждан. Инвалиды первой группы будут получать 5000 рублей, второй и дети-инвалиды – 3500. Третья группа инвалидности – 2700 рублей. Прибавили и участникам ликвидации на Чернобыльской АЭС. Они будут получать 3540 рублей. Выросли пособия ветеранам, бывшим узникам концлагерей. Героям Советского Союза и России и кавалерам всех степеней ордена будут выплачивать 83 500 рублей. А герои труда – 61 600 рублей. В Турской области размер индексации составил 5,5%. Наша страна в такой обстановке находит возможность не только не ронять, как говорится, вот эту планку пособий, а находит даже возможность увеличивать их в такой ситуации. Это, конечно, отрадно. Всегда мы должны работать над тем, чтобы объемы этой помощи год от года увеличивались. Так ветеранам труда от региона будут выплачивать 820 рублей. Участникам войны – 411, лицам удостоенным отраслевых региональных званий – 820, труженикам тыла – 957. Размер пособий семьи, воспитающим детей инвалидов, составит 1037 рублей. А выплата опекунским и приемным семьям – 14 763 рубля. Увеличился размер единого пособия в связи с рождением ребенка. Это выплата от 3 до 7 лет, от 8 до 18. Региональная выплата на третьего ребенка, пособия беременным женщинам и другие. Здесь высчитывается общая сумма в зависимости от прожиточного минимума в Твери. А прожиточный в Тверской области на душу населения – 13 944 рубля. Всего в Российную индексацию социальных выплат направлено в этом году более 150 миллиардов рублей. Также, кроме индексации, россиян с февраля ждут еще некоторые изменения. Например, на госуслугах начнет работать биометрия. Невостребованные военными жилье смогут передавать другим льготникам, а также и другие нововведения. И в продолжении темы.